Отель H10 Коста Дыхья. Вот такой красненький. Начнем с него. Такая территория небольшая. Соседство с Шеротон. Шеротон. Ну, а главный минус этого отеля, конечно, бездарный пляж, который находится рядом с ним. Здесь мы знаем, что на Тенерифе не обязательно привязывать отель к пляжу. Взял машину, катаясь. Прибираться там вообще нет. Вот этот вот пляжик с камнями. Конечно, живя в Адыхе, в H10 Коста Дыхья придется ездить в тот же самый другой пляж. Здесь делать, конечно, ничего царя. Вот такая вот халява. Ну, не халява. Важное наблюдение браслетов нет. Значит, отель либо не работает на Оле, либо всех помнит. Второе мнение, вероятно. Девушки отдыхают. Продолжение следует... Есть мини-клуб, только что прошел мимо. Ну, первое впечатление, что столбы живут в отеле. Наверное, нет. Здесь он, конечно, не будет стоить копейки. Но за большие бабки. Не знаю, как-то здесь... Мне кажется, маловато. Особенно после того, как я посмотрел вот этот Бартейдер. С ковровым покрытием, от которого пахнет древностью. Даже через закрытые двери. Как тут мне оптимизм в отношении этого отеля убавилось. Короче, за большие деньги не. Я не поеду. Здесь какие-нибудь приложения. Ну и плюс, конечно, то, что пляж находится какой-то рядом. Совсем неинтересный. Вот этот бар. Вечерний, судя всему, здесь, наверное, народ заседает. Вечерний, судя всему, и представление проходит все. Есть закрытый бассейн. На хер, конечно, здесь нужно непонятно. Где круглогодичное лето. Лифты выносные, красивые. Номера надо смотреть на сайте. Поехали. Ох, тут так. Площадочка прям патио такое. Уходишь. Поехали на самый высокий этаж, 6. Вид, конечно, красота. Сейчас сделаю пару фотографий. Нет, я не знаю, давай сюда-сюда. Двери тоже староватые. Замки. То есть такой отельчик. Ну, конечно, везде, где ковровое покрытие, которое надо чистишь, не вон, чтобы не было. Пыль и всего. Это, конечно, отель не красит. Это минус. Не так забавно. Так идешь, идешь, такое ощущение, что сейчас провалишься накид туда. Вот только разве завид. Из лифта. Можно. Надо вон только плющик поставить. Тут что-то вот не трогает меня в нем ничего, а. Хочется, чтобы что-нибудь тронуло, да не получается. Какие-то комнаты большие, мне кажется, двухэтажные, что ли. И с другой стороны, да. Развлекаемся. Что ездим в панорамных лифтах. В принципе, нифига здесь тоже самое все. Ну и, соответственно, лобби отеля. Лобби-бар, конечно, куда же без него. Пианино. Птица летает в лобби. Третий этаж. Заметил одну особенность. У испанцев или у канарцев. У них такая же, как у русских, номерация этажей. То есть, первая, это первая, не нулевая. Нет нулевого этажа. Это очень удобно. К этому, кстати, я начал только привыкать сейчас. Потому что обычно за границу нулевая, а здесь нет нулевых. Здесь сразу первый, второй, третий. Вот и третий этаж. И два этажа вниз еще. Ну ладно, в принципе, этот отель будем считать отсмотренным.